О молчаливой эпидемии 21 века говорили на семинаре-совещании в аналитическом центре при правительстве России. Основной темой стал вопрос о необходимости развития производства препаратов для лечения сахарного диабета. Подробности у Егора Григорьева. Участники семинара, руководители представительств региональных администраций, представители медицинского и бизнес-сообщества, отметили существенный рост уровня заболеваемости сахарным диабетом во всем мире и в России в частности. А это напрямую взаимосвязано с экономической и демографической ситуацией в стране. Именно поэтому на территории Российской Федерации необходимо развивать производство инновационных препаратов для лечения молчаливой эпидемии 21 века. В нашей стране сахарным диабетом болеет от 2 до 4 процентов населения. По официальным данным, таких больных почти 3 миллиона 400 тысяч человек. Однако есть и другая статистика. По оценкам Международной Диабетической Федерации, с учетом недиагностических случаев, больных с сахарным диабетом в нашей стране в 3-4 раза больше. То есть около 10 миллионов. Это одна из ведущих причин слепоты, острой потери зрения у лиц в возрасте от 20 до 74 лет. Это ведущая причина развития хронической почечной недостаточности и необходимости выполнения диализа или пересадки почек. Для предотвращения развития серьезных осложнений очень важно своевременное назначение аналогов инсулина. Самых современных на сегодня типов инсулина. До недавнего времени аналоги инсулина не производились в России. Но с конца 2010 года эти инновационные инсулины начали выпускать в Орловской области на заводе Санафи Авентис Восток. Наш завод имеет очень большие мощности и сейчас мы способны производить от 15 до 30 миллионов доз в год. И мы готовы удовлетворить потребность всего российского рынка в инсулине, как в человеческом, так и в аналогах инсулина, самых современных инсулинах. По итогам совещания все без исключения докладчики сошлись во мнении о важности своевременного выявления заболевания сахарным диабетом и бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными препаратами во всех субъектах Российской Федерации. Егор Григорьев, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.